Как посрать при новом МЧС? Я 7 лет не срала. Ребята, всем привет! Это мои подружки. Это Настя, это Аня. Сегодня мы решили поболтать на тему отношений. У меня в инстаграме я сказала, что можно задать вопрос. И сегодня мы будем читать ваши вопросы и отвечать, собственно, на них. Поэтому... Ну вот, смогли бы смириться с ситуацией, когда мужчина зарабатывает в разы меньше? Мне кажется, я бы просто изначально не выбрала мужчину, который зарабатывает меньше меня, потому что меньше уже нет. А если бы ты выбрала тот, кто зарабатывает больше, а потом при каких-то обстоятельствах получилось так, что он начал зарабатывать меньше? Ну, поддерживала бы его, пыталась решить вопрос, да. Ну да, но уже, наверное, когда есть отношения, потом уже любые ситуации легче воспринимают. Ну да, уже вместе... Ну да, типа вы вместе справляетесь. То есть смириться ты бы смогла с ситуацией, правильно? Если бы уже в отношении что-то произошло, да. У вас разный образ жизни. Ты хочешь идти в один ресторан, он может идти в другой ресторан. Это же начинается с каких-то... У тебя там потребность какая-то поехать. Например, опять же, как поехать на море, да? Ты же не будешь покупать своему мужику путевку куда-то там, я не знаю, на какой-то шикарный отель. А ты привыкла так отдыхать, но ты не можешь по-другому, ты не будешь отдыхать. Это может казаться циничным, но это просто... это будет нечестно по отношению к себе. Или же это какие-то свободные отношения, где все равно каждый там сам по себе. И это видео не думает. У кого вопрос про свободные отношения? Давайте дальше, да? Да. Аня, а ты? Я что? Ну, вот, наверное, в отношениях, если бы я уже была, то там, понятно, поддержка и понимать. Но, типа, я для себя поняла, что, типа, я хочу быть, ну, там, материально, там, позволять себе там всякие штуки, которые бы мне хотелось. Но, конечно, хочется просто вот на каком-то интуитивном уровне, чтобы у чувака было все намного лучше. Когда, например, мужчина хорошо зарабатывает, да, но у него нет потребности покупать себе дорогие машины, дорогие шмотки, отдыхать на дорогих курортах. Ты-то таких знаешь? Ну, есть. Не, ну да. Есть такое, да. И бывают девочки, которые все равно, даже с таким богатым мужчиной, они, типа, не смогут. Ну, просто у них интересы располагают. Интересы, да. Это больше... Интересы и возможности. Да, это больше даже такой, мне кажется, не финансовый вопрос, а не материальный, как бы, а просто... Вопрос образа жизни все-таки. Да, подарки в отношениях принимать и как принимать, чтобы потом не чувствовать, ну, то, что ей что-то нужно. Что? Что ты что-то должна. Ну, ты там точка должна, ну, в общем, понятно. Да вообще, в принципе, просто принимать. Ну, типа, все сейчас об этом, как бы, говорят, да, о том, что девушки, женщины для того, чтобы жить классную и счастливую жизнь, нужно научиться принимать. И это очень важно. И, ну, как бы, почему бы и нет. Ну, там, я вот, вот с этим у меня вообще проблем нет. Вот с приниманием, вот только чтобы приходили и давали. Я буду принимать вообще, потому что вообще, ну, как бы... Ну, в отношениях, да, это вроде бы и не сложно, на самом деле. Может быть, иногда, когда извне, то есть просто вы не в отношениях, но тебе что-то, там, какой-то подарок хотят преподнести. Ну, чуть-чуть, может быть, мне, может быть, мне, может быть, мне это, блядь, не очень удобно на кругу. Ну, короче, когда не в отношениях, тогда принимать чуть сложнее. Ну, это реально надо прокачивать. Это тебе, наверное, просто. Ну, мне, да. Мне всегда нормально. Ну, главное просто, когда принимаешь что-то, показывать максимальную благодарность за это, чтобы человек чувствовал то, что он сделал это. А, не, вот это, типа, подарил, блядь, что ты подарил? У меня было такое, честно говоря. Было, один раз было. Ну, мне кажется, это у меня было связано с ПМС, с каким-то... Мне очень стыдно за эту ситуацию, но один раз у меня была такая, да. А, да? Да. Мне парень подарил на, кажется, на 8 марта какой-то, типа, крем для ног, что-то, типа, хороший, но я такая, что-то... У меня как раз вопрос, в чем причина расставания в твоих длительных отношениях длиною в 6 лет? Расскажешь? Да, расскажи. А послушаем, а вы не знали. Слушайте, но я знаю, что это на самом деле очень такой актуальный вопрос, и один из самых популярных запросов в YouTube это Лера Каменская и Артур. Да, гуглят очень часто этот запрос, как оказалось. Это были очень такие созависимые, токсические отношения. Сейчас это, конечно, такой модный термин, но по сути так оно и было. Это была такая сумасшедшая любовь, где-то неадекватная. Собственно, как бы, поэтому мы и расстались. Несмотря на то, что мы расстались, я все-таки пыталась сохранить какие-то дружеские отношения, но человек все равно там еще вот парами... Он позвонил, захотел, чтобы она вернулась к нему, спросила, что она любит. Но это все, типа, просто зависимых отношений, что, типа, я не отрицаю, что у него могут быть какие-то чувства, но ты знаешь, такая сильная привязка, что человек уже, типа, не представляет своей жизни, типа, без. А ты уже все, ты шагнула на новый этап, на новый уровень. Может быть, ты смогла бы поддерживать дружеские отношения, но это уже не та история. Ну, да, да. Все, ну, типа, шесть лет, и на, все. Да, ну, слушай, шесть лет это было официально, это же еще длилось после шести лет, да? А, ну, это же после шести лет что у вас был, просто секс? Ну, это не надо говорить. У них был просто секс. Нет, спасибо. Как неудобно записывать это видео, когда ты уже вроде не знаешь, а тут, ну, да. Ну, да, так вот, в общем, еще пару месяцев назад он пытался как-то восстановить отношения, типа, все, давай по-новой, давай жить вместе, люблю, не могу. Но я понимаю, что все, для меня этот вопрос закрыт, особенно сейчас. Вот, в общем, собственно, теперь приходится довольствоваться тем, что... Есть, но не тебе. Да. Кроме мне. Так, что у нас? Анечка. Вместе восемь лет часто ругаемся, но любим друг друга, но так и не можем находить компромисс. Ну, это, опять же, мне кажется, тема... Вместе восемь лет? ...зависимых отношений, когда ругаетесь, не можете найти... Ну, да, то есть, типа, вот вы в этом состоянии, типа, ссор, выяснение, типа, и вам это почему-то приносит удовольствие. Мне кажется, что если даже хотя бы один из в этих отношениях начнет разбираться и понимать, что и как, начнут появляться ответы на какие-то свои вопросы, запросы, и, может быть, будет больше каких-то нормальных уже диалогов конструктивных, ну, блин... Просто люди сами выбирают быть... Вопрос личностного роста. Да, вопрос личностного роста. Как бы люди сами выбирают быть в отношениях... В таких отношениях восемь лет и, там, образно страдать, там, типа, или ругаться, любиться, драться, ну, в общем... А можно же выбрать просто другой путь. Или же эти отношения поменять, но это нужно прям работать и вникать, или же уже просто заканчивать эту историю, идти в другую. Но, опять же таки, если не проработав это и почему хочется быть в таких отношениях, пойти в новое, то там можно получить то же самое. Ну, да, тут вопрос не компромисс. Не компромисс. Компромисс — это вообще очень такая, очень спорная история. Компромисс — это, типа, в какой ресторан сходить покушать, вот это компромисс. Да, да, да. А вот мне про вот эти все глобальные общения. Если мы при отношении не смогли найти компромисс, мне кажется, мы уже потом не найдем. Можно я там сейчас еще один вопрос, пожалуйста? Как посрать при МЧ? В плане, так это тебе задали, а не ты задаешь. Нет. А! Как будто я спросила у ребят. Нет, это вот задали в комментариях. А что ты пишешь, если тебе уже дали? Нет, ну просто, чтобы, типа, разбавить вот таким вопросиком. Нам написали, девушка спросила, как... Да, покакать при молодом человеке. Ну, она написала, посрать. Взять и, ну, как бы, блин, это важный вопрос. Взять и посрать, научите. Ну, конечно, я могу. Я не могу этого делать. Слушай, очень могу. Слушай, нам есть подружка, одна... Я начала это делать спустя шесть лет. У нас есть подружка. У нас есть подружка, одна, которая говорила о том, что, ну, там, типа, физиологически, например, нельзя сдерживать себя в этих, естественных, физиологических процессах. Например, вот еще есть вопрос про пукать. Типа, нельзя не пукать, нельзя это в себе сдерживать. Ты помнишь, как ты сказала? А кто они? Кто? 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 Ну, и, то есть, это... Ковалева! Это, как бы, ну, это правда. Поэтому, слушай, ты или выбираешь, типа, свой здоровый желудочно-кишечный тракт, и, нет, не проблема с этим. Или, типа, уезжаешь в отпуск, и ждешь по 48 часов, и какаешь в этом, в лобби где-то. А что по 48? Ну, поняла, типа, девочки... Ну, бывает всякое. Что, он прям не выходит из этого? Ну, слушай, ну, бывает всякое, но есть даже психологические, типа, ну, вот не может она в номере зайти в туалет и покакать там. Они бегут куда-то там в общак. Я это делаю, но что 48 часов? Ну, пошел тебя... Ну, почему бы у вас на двое суток вы сняли номер? Ну, так ты пошла, я не знаю, там, в бассейн, еще куда-то, найти... Ну, для меня, вот, на отдыхе это еще нормально, потому что туалеты, они везде. Ну, да. А когда вы в одной квартире, ты же не пойдешь к соседям посрать. Ну, и к подружкам получится ходить. Нет, ну, это такая тема, ее надо на самом деле... Я просто собиралась, с утра уезжала, все, братанчик, соя. Ну, начале отношения, это может быть сложно, но потом, мне кажется... Начале отношения, то есть не то, что сложно, это невозможно просто. Ну, я бы не сказала, что это невозможно, мне кажется, что... Ну, опять же таки, вот начало отношений, ну, ты же не открываешь в туалете дверь и не делаешь это прямо при нем. Ты же знаешь, что один мой парень делал? Ну, подожди... А что естественно, если чувак этого не понимает... Сейчас по-любому кто-то напишет в комментариях, типа, вы не знаете, откройте душ, включите там воду... Да нет, это херня. Верниха Степанова там еще... Это буллшит. Да, но это... Я психологически не могу. У меня были ситуации, когда парень там выходил куда-то, там, ему надо было куда-то спуститься, да, там, что-то забрать, там, не знаю, магазин еще. Я знаю, что он придет там через 15... Я не могла это... Я не могу это делать, просто. Потому что это физиологический процесс. Это асексуальный процесс. Слушай, если ты хотела делать это утром, а он ушел через 3 часа на 15 минут, каким образом ты можешь именно в эти 15 минут это сделать? Ну, потому что ты уже, как бы, передержала себя, понимаешь, все, ты уже нарушила... Я не могу это даже сделать, если я хочу. Ну, потом уже не получится, понимаешь? Короче, это видео, оно будет называться «Как посрать приемчика». Это все. Дальше вопрос, мы больше не будем читать. Ну, как бы, разные вопросы обсуждаем все, правильно? Нет, давайте еще поговорим об этом. Хочешь? А, я готова была. Так, следующий вопрос. Что разрушает отношения? Хождение в туалеты. Блин, да, разные отношения разрушают разные вещи, много чего. Разные ценности. Ну, да, разные декорости. Ценности, мировоззрение и характеры могут просто не совпадать. Вредные привычки. Может, не совпадают. Или даже полезные привычки. Не, ну, полезные, ну, да. Да, да, да. Когда у одного одно, но у меня... Амбиции у всех могут быть разные. И финансовый вопрос может разрушиться при неправильном отношении. Мне кажется, что как раз, если все началось и был офигенно классный секс, все супер, то как раз таки вот все то, что мы перечислили до, оно может разрушить классный секс. Потому что когда... Ну, конечно, в сексе могут начаться проблемы из-за того, что в отношениях есть другие вопросы. Конечно, конечно. Первое, что страдать будет, это секс. А вообще, если секс не очень, если секс не очень на первом свидании, там, типа, на втором в отношениях, то лучше дальше не идти в отношениях. Да, наше секс это очень влажно составляющие. Да, первое, второе, это притирочка, еще ладно, мне кажется... Ну, я же говорю, там, хотя бы, да, первое, второе, нам... Да, когда становится понятно, что это уже вы не подходите друг к другу. Да, потому что уже все, уже ничего не придумаешь. У меня тут хороший вопрос. Возобновляются ли отношения после расставания? Как считаете, нужно ли это? Нет. Смотря какая ситуация. Да, это смотря какая ситуация. Ну, не смотря какая, но, мне кажется, чаще всего нет. Но у вас было такое, что вы расставались, потом помирились, и все. Ну, здрасте. Да. Да. Ну, вы эксперт, вы... Что, я? Вот, Настя. А чего? Ну, как это, Леша? Здравствуйте. В плане... Ну, с Лехой, Леша. Ну, так у меня с Артуром то же самое было. Так, а что, толк есть от этого, нету? Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, тут просто такой вопрос. Вы будете сходиться и расходиться, пока не поймете, что вам надо разойтись. Ну, да. В том числе, это просто, типа, вы тянете резину в отношениях, и все, зачем? Но мне все равно кажется, не всегда так. Ну, ну, то есть, не знаю. Типа, слышишь? Да, это ты. А вот. Можно ли жить с человеком из-за привычки? Можно, конечно, но а стоит ли это делать? А стоит ли это делать, да. Ну, да, да. Как сказать своему мужику, что я больше не собираюсь готовить, чтобы у него не было стресса? И что, готовить? Ну, не хочет готовить, чтобы он не расстраивался. Она не хочет готовить. Вот тут вот есть важный момент. Вот я для себя, например, что поняла, что я люблю готовить. Я люблю всю эту историю. Ну, там, не то, чтобы я какая-то кулинарная эксперт. Но, когда я делаю это для себя, типа, потому что мне это хочется, у меня все получается, все классно. Как только кто-то приходит и говорит, что я должна это делать, сразу не получается. Как у всех, мне кажется, у большинства людей такая же. Ну, нет, не у большинства. Многие девочки вообще этими вопросами не задаются. Стали на кухню и готовят себя, понимаешь? Ну, да, ну, да. Все, и как бы у меня же, типа, это вопрос. Поэтому нужно вот подойти и прямо сказать, что, там, тебе это не доставляет удовольствия, что ты не тащишься от этого, что давай, там, поищем кого-то, кто будет помогать, службу доставки, если есть финансовая возможность. Ну, я реально не знаю, как. Но главное не делать это через усилия, потому что мы потом вот так два года можем прожить и привести себя в очень такую фиговую точку, короче, и потом уже, как вылезти оттуда, я уже не знаю. Девочки все разные. Кто-то более хозяйственный, кто-то менее хозяйственный, вот. Это как про уборку квартиры. Типа... Это касается, мне кажется, любого бытового вопроса, когда нужно договориться, да. Типа договориться, там, если есть финансы, попросить найти... Собственно, не попросить, а найти человека, который помогает в этом, чтобы как-то вот разделять. И вот... А если он против того, чтобы был такой человек? Нужно общаться и понимать, почему там объяснять. Нужно договориться. Насчет всего, пытаться... Но как бы без скандалов и без вот этого типа, а, ты против, я против, и тут только снова ссора. Нет, а вот конструктивно, по-взрослому, что непросто иногда в отношениях. Есть ли разница в отношениях с одногодкой или старше? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я сразу же вспомнила и с одногодкой, и старше. Но, блин, факт, мужчины, они же действительно чуть-чуть, не то чтобы позже там развиваются, но у них действительно... Короче, у нас осознание каких-то вещей приходит намного раньше по возрасту, нежели чем у мужчин. Поэтому иногда даже разница там чуть больше лет, типа 5 и плюс, она как бы может быть вообще незаметной. Я думаю, тут вопрос не возраста. Я на своем опыте заметила, что секс с тем, кто моложе, и секс с тем, кто старше, это... А, угу. Это тоже индивидуально. Индивидуально, да. И тоже вопрос опыта. Тот, кто моложе, может просто иметь больше опыта, чем кто-то, кто постарше, и наоборот. Ну, вполне ж такое может быть. Ну, то есть разные ситуации бывают. Это очень индивидуальный вопрос, точно не возраста. Кто-то в 25 уже имеет довольно богатый опыт и сексуальный. И довольно больших членов. И до 30 у кого-то он так и не... Настенька, что у вас там было по всекому? А самое главное в отношениях для тебя? Не знаю, любовь. А у вас? Для меня, наверное, одинаковое... Ну, типа, миропонимание какое-то. Потому что от этого следует и одинаковая ценность, и одинаковое отношение. То есть, ну, вот мне кажется так, вот на очень таком глобальном. Ну, чтобы вы просто подходили. Да, 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 да. Чтобы было больше плюсов, чем минусов, наверное. Точнее, совпадений, чем несовпадений. Ну, они должны быть в ключевом. Однозначно. Вот, в мелочах, если там что-то где-то расходят. Мелочи, конечно. Да. Да. Ну, и, конечно, чтобы была любовь. Ну, типа, вот это ощущение. Вообще, знаешь, даже без отношений, типа, круто уметь жить с этой любовью в сердце, там, к себе. Вот для девочек это очень важно. Об этом много кто говорит, но мы всегда к этому возвращаемся. Нет, ну, мы всегда, послушай, мы всегда к этому возвращаемся, в каждом побольше 20, конечно. Мы такие, глянь, ну, надо себя любить, ну, типа, ну, почему я так поступила, почему я сделала. А мне очень часто пишут, типа, ты себя так любишь, для кого ты хочешь, для эпиляции, у тебя нет мужика. Для себя я хочу быть красивой, счастливой, успешной, бла-бла-бла. Самые настоящие гедонистки. Да. Что тут скажешь? Да, вот вопрос, что главное в отношениях, а мы снова за свое. Вот себя любить, и все. Ну, как бы, да. А у тебя, Лерочка, что самое главное? Для меня это, наверное, какой-то контакт с человеком, когда вот ты стоишь рядом, и ты чувствуешь вот эту вот связь. Запряжение. Химия? Не химия, а просто вот... Тепло? Вот, это твое, типа, вот оно, вот оно такое. Близость. Да. И даже где-то может быть немножко другой образ жизни, может быть немножко какие-то другие интересы. Немножко маленький член, но вот этот контакт, он мне очень важно, чтобы он был. Я не знаю, как его описывать. О, я знаю, что у меня еще одно. Это тактильность. Я очень люблю, когда меня, типа, прям вообще. Ну да. Но при этом, конечно же, уважаю границы, потому что, ну, об этом нужно заявлять. Да. Не постоянно висит, но для меня вообще. Ты любишь сама или чтобы тебя? Не занимая меня. Да. Я люблю, когда меня. Ну да, я тоже больше не так люблю. Да, чтобы меня внимали. Было очень, очень много вопросов про бюджет в отношениях. Как разделять бюджет, расходы в паре, кто должен отвечать за финансы в семье. Очень много у меня таких вот вопросов. Вы же сами решаете, кто должен отвечать. Вы решили, что должен отвечать. Давайте расскажем, как он отвечает. Ну, давайте не будем. Ну, вот я, например, в своих взаимоотношениях вот сейчас, последний год, пришла к тому, что... То есть я раньше как бы хотела самостоятельности, но мне было прикольно, что вот есть как бы муж, и вот я там, собственно, с мужем, типа, вот. Но сейчас, последний год, я понимаю, что я хочу этой самостоятельности. И в моментах, где мы реально там какие-то штуки делили 50 на 50, когда у меня появлялась возможность, я кайфовала нереально. То есть понятно, что на постоянной основе жить прям 50 на 50 по всем фронтам, не знаю, мне кажется, нас по-другому чуть... Ну, не то, чтобы воспитывали, а... Да, мы воспитывали. Ну, наверное. Но это кайф, то есть когда ты сама можешь себе что-то позволить. И вот Настя правильно сказала, нужно вот сесть и договориться там. Возможно, можно найти мужчину, который придется и скажет, я вообще, типа, я хочу зарабатывать, но хочу, чтобы там... Ты, может, из серии там, ты строй эти бюджеты, просчитывай, все считай, а я буду только деньги в дом приносить. Если барышню это никак не смущает, пожалуйста, делай это. Вот. Ну, как бы, не знаю, реально все по договоренности. Тут, кстати, вот вопрос следующий. Муж не хочет, чтобы я работала, но и ограничивает в деньгах, если уйду с работы. Вот это бездец вообще. Нужно от такого мужика, вот если не получилось договориться, и с ссорами не получилось, и вообще ничего не получилось. Все задатки психопата, когда он начинает под себя. Вообще, как бы, ограничивать чью-либо волю в отношениях, в дружеских, в отношениях с парнем, с женщиной, с мужчиной, в общем, типа, это вообще бред. Вы же понимаете, что у этого есть какой-то, как-то... Скрытый, ну, он почему-то это делает. Почему он, да, почему он это делает? Скрытая причина есть. И, скорее всего, эта скрытая причина является какой-то, типа, пластина, контроля над вами. Поэтому это уже не здоровая история. А если человек, ну, как бы, себе живет свою жизнь на автомате, типа, ну, работает, не разбирается, никакого личностного роста, там, ну, вот просто живет, знаете, ну, вот живет, никакой осознанности, то пока он не начнет разбираться в этих вопросах, вы можете еще 8 лет там прождать, а потом, оп, и 52 года. Нормально ли оплачивать в отношениях счета 50 на 50? Я думала, я только сказала, я думаю, нормально, да. Я думала, нормально, да. Вот я же говорю, это... Смотря, наверное, на каком... в каком вы возрасте находитесь, на каком социальном статусе, и зависит от того, сколько вы зарабатываете. У меня в отношениях было абсолютно нормально, когда мы пойдем в ресторан, я там заплачу по счету, или он заплатит. Ну, как бы, это было абсолютно, там, в магазин продукты то же самое. Ну, да, но это тоже надо выбрать эту модель, потому что я понимаю, что мне будет... Совсем другое будет отношение к мужчине, если он будет больше оплачивать, чем я. Почему? Не знаю, ты его чувствуешь по-другому, когда он покрывает какой-то счет. Настя имеет в виду, что вообще никогда она не будет что-то платить, а чтобы больше делать мужчина. Ну, да. Ну, да. Если есть повод для ревности, как себя вести правильно по отношению к парню? Про ревность? Ну, не знаю. Где там правильно? У меня были отношения, когда я вообще не ревновала своего парня, я даже хотела его где-то приревновать. Я даже хотела найти какой-то повод, я даже ему говорила, ну, пообщайся, ты с какой-то темкой. Да, это с Илюхой, кстати, было. Я вообще его не ревновала, вообще. Он сидел с кучей баб там на парах, еще где-то. И я вообще никогда его не ревновала. Я ни разу за два года его не приревновала. Слушай, мне кажется, это здоровое. Это очень классное ощущение. Это такое классное ощущение. Мой телефон всегда был у него в доступе. Его телефон у меня. И это очень круто. Да, это вопрос доверия. Да. Когда так. Но часто бывает еще чуть-чуть другая ситуация. Я не знаю, на камеру это так. Ну, если что, вырежу. Короче, когда ты, получается, не ревнуешь, иногда это бывает показатель того, что у тебя нет чувства. Да. И когда ты ревнуешь, наоборот. Это означает, что есть сильное чувство. Ну, вот это тоже нездоровая история. Как раз таки, скорее, созависимо. Вот у меня, кстати, хороший вопрос. Здесь есть разный темперамент. Я хочу часто, он нет. На стену лезу уже в браке. Ой, ну это проблемка, мне кажется. Да. Тут даже не знаю. Если разный темперамент, то, наверное... Значит, с утра делайте ему смузи с корнем маки, побольше маки туда. Читайте список продуктов, которые поднимают либидо. Больше физической нагрузки. Ей причем. Ей, да. Ну, чтобы она немножко остужала его на пыл. Чтобы свой пыл, да. Да, но я наоборот. Я когда занимаюсь, я еще больше хочу. Ну, может, мама занимаешься, надо больше? Нет, всегда, когда... Наоборот, это даже доказано, да, что занятия спортом, они как бы вырабатывают у тебя желание. Да, но повышаешь... В случае, если у тебя и так уже оно есть очень сильно, как вот в вопросе, то нужно просто, может быть... Да, да, немножко. Но тут, знаешь, такой момент, что, типа, если такое началось, и это длится очень долго в отношениях, то тут нужно, как бы, опять же таки, садиться говорить, потому что люди замужем. То есть, они же куда-то идут, к какой-то цели. Это опять же таки про автоматизм. Когда вопрос не решается на длительном уровне, это значит, что люди живут, будь здоров. Правда. Это значит, что люди живут и... Коронавирус! Это значит, что люди живут, и их, типа, как бы все устраивает. Но если в какой-то момент девочка понимает, что нет, меня не устраивает, что я хочу, а он не хочет, нужно садиться, говорить, идти к психологу, делать разные практики, ложиться в постель. Блин, мне кажется, об этом не надо говорить. Как это? Как это? Как это не надо? Об этом обязательно нужно говорить. Потому что, когда ты с мужчиной поднимаешь эту тему, для него это становится каким-то, блин, она хочет со мной поговорить. Понимаешь, если ты замужем, то ты... И не то чтобы... Короче, если есть любовь, если есть чувства, ты хочешь что-то сделать, сначала нужно пройти этапы, чтобы решить этот вопрос. Если это не пройдено, как мне кажется в отношениях, типа, так можно по жизни, в принципе, сходиться, выходить замуж, и просто в первый попавшийся момент уходить и разводиться, или же расставаться. Предпринять. Предпринять нужно попытки. Нужно предпринять какие-то попытки спасти. Вот. Как бы... А если в какой-то момент ты предприняла все попытки, а он все так же продолжает не хотеть, нужно сесть и сказать, чувак, типа, мне нужен секс, я тогда пойду и где-то его возьму. Ну да, можно договориться, кстати. Ну а как делать? Я по-другому думаю. А как делать? Во-первых, изначально, когда ты говоришь мужчине... Нужно договорить? Да, нужно. Когда ты изначально говоришь мужчине, нам надо поговорить, все, это первый пиздец. Второй пиздец, это когда ты говоришь своему мужчине, что у вас проблемы с сексом. Для него это вообще, мне кажется, его будет... Смотри, как, смотри, если ты приходишь, как приходит 80% баб и говорят, ты меня не удовлетворяешь, конечно, у тебя будут проблемы. Даже вопрос, как преподнести информацию. Можно так преподнести, что человек реально поймал, не обидится. С мужиком в этом плане надо как-то хитро, надо что-то придумывать. Вот это же вот вопрос коммуникации, вопрос того, как ты найдешь подход, как ты скажешь, как ты подашь. Например, лежишь... Я не говорю про то, что так, сейчас мы садимся и с тобой, миленький, я тебя люблю, ну, у тебя пиздечка стоит реже, чем я бы хотела. Нет, мне кажется, надо либо же ворваться в комнату в костюме полицейской. Ну, это, казалось, вопрос, вот, что если ты... Либо, знаете, ты такая, лежишь на бочку, такая, о-о-о, нет, не трогай, не трогай. Вот, а он в своем время, вот, а он не хочет. Но это первое, что ты будешь делать, пытаться его соблазнить, это первый шаг. Это те действия, о которых ты говоришь. Да, это когда уже ты попробовала, это не работает, следующее надо напрямую поговорить. Мне кажется, так. Понятное дело, что многие мужчины, как и многие, кстати, девушки, ну, не все же любят говорить, и не все умеют правильно говорить, и этому реально нужно учиться. Конечно, если ты приходишь, говоришь, нам надо поговорить, садишься, не уважаешь его границы, он в это время работает, или уставший, или прочее, ну, конечно, так это никуда далеко не уедешь. А если уж не получилось, ну, все, надо идти дальше, вперед, искать, заканчивать эти отношения, разводиться, идти дальше, ну, в общем, потому что мы живем один раз, реально. Мы не можем просто жить на автоматизме, ссориться, короче, платить за чувака, и еще при этом, типа, быть без секса. Но я хочу сказать, что если вопрос в сексе, в вашей несовместимости, то, скорее всего, можно долго времени на это не тратить. И идти в свободные отношения. Ну, смотрите, я тут добавлю, что, типа, есть вопрос, чувствуешь ли ты разницу, там, когда ты замужем за человеком, или когда ты просто в отношениях, к которым, например, там, два месяца? Ну, да, это, конечно, большая. Вот, это большая разница. Ну, подожди, можно быть замужем два месяца, и тогда разницы нет вообще. Разницы нет, однозначно. Смотря сколько вы замужем, сколько вы находитесь в отношениях. Да, да. Ну, то есть я к тому, что если ты замужем, особенно, там, если есть дети, нужно работать, в первую очередь, над собой, для того, чтобы как-то, как-то идти. Так, сейчас закончится опять. Да? Да. Ну, что, ребят, да? Что, всё? Да? Ну, давай ещё, там, да хера. Нет, там всё время. Аня, там осталось у нас 4 минуты, прощаемся. Тут такие, ладно. Всё, ребят, спасибо, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, я напишу, везде отмечу наши Инстаграмы. Пук-пук-пук. Да. Всем спасибо. Наблюдайте дальше за своими отношениями, следите за собой. Учитесь, учитесь. Какать при... Да. Мужчинам, да, мужчинам. Нет, ну, короче, главный посыл, что работать над собой в удовольствии, да? Да. Работать и стараться себя узнать для того, чтобы жить более счастливую жизнь. Правильно? Да? Да. Да, всё. Всё, всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...